9 ноября в ИГКЦ состоялся торжественный вечер, посвященный 95-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В начале мероприятия перед собравшимся с короткой речью выступил первый секретарь Архангельского областного отделения КПРФ Александр Новиков. Нам пытаются внушить, что дореволюционная Россия была процветающим государством. Есть исторические данные. В 1913 наиболее благополучном году чистый национальный доход России составлял от уровня Франции и Германии лишь 30-40%, а от уровня США всего лишь 10. 12% зерна подставлялось на экспорт, а потребление же пшеницы на душу населения в России составляло 4,2 пуда, что в 3 раза меньше, чем в Афранции, в 2,5 меньше, чем в США и почти в 2 раза, чем в Англии. И кормили Европу, по сути дела, за счет голодающего народа. Нам говорят, что до революции было продовольственное изобилие, но царский полковник Багратион в своих мемуарах отмечал, что около 40% солдат-новобранцев, в основном крестьяне, впервые на службе попробовали мясо. Нам говорят о том, что и промышленность, и народ был высокоинтеллигентный, высокообразованный, Но генерал от инфантерии Юрий Данилов в книге, выпущенной им в Париже в 1926 году под названием «На пути к крушению», писал «Наша промышленность, невзирая на ее рост, оставалась слабой, русское население главной массой крестьянства, в государственном смысле жило почти бессознательной жизнью, пребывая в темноте и безграмотности, и Россия была огромным голосом на глиняных ногах». Нам пытаются внушить, что Горска большевиков совершила этот переворот, но в начале 1917 года партия большевиков насчитывала около 24 тысяч человек, а уже к осени свыше 350 тысяч. Какая же это Горска? Архангельская область и город Архангельс в советское время считался всесоюзной лесопилкой. Буквально накануне была обанкрочена неандамская птицефабрика. У нас из-под носа с вами уводят траловый флот. И, конечно же, побьющим случаем является то, что 5 различного рода частных организаций, которые были завязаны в цепочке теплоснабжения города Вельска, оказались долгами. Общий долг превысил 200 миллионов рублей. И единственная газотурбинная электростанция в городе Вельске была отключена от газа. И почти до 1 ноября 12 тысяч человек, стариков, детей прозябали в холодных квартирах. Я с гордостью могу сказать, то, что Вельск был подан тепло, это заслуга не только правительства Архангельской области, а это и заслуга председателя ЦК КПР Геннадия Андреевича Зюганова, к которому я был вынуден обратиться с вопросом по этому безобразию. И он вышел напрямую, как на руководителя Газпрома Миллера, и так на руководителя правительства Российской Федерации Медведева. Получился ответ, газ был подан. И нужно сказать, что эта ситуация будет рассматриваться в Генеральной пропортурии. Слово также предоставили молодому коммунисту Андрею Попкову и руководителю организации «Дети, опаленные войной» Славе Николаевичу Лебедеву. После выступлений состоялось награждение памятными медалями. А продолжился вечер праздничным концертом. Для собравшихся прозвучали как классические произведения, так и популярные песни. Продолжение следует...